Продолжение следует... Мы это организаторы, потому что все сегодня будет немножечко экспромт. Вы видели по программе, которую, может быть, вы заметили наверняка, что она все время менялась, что если заходить на сайт несколько раз, то каждый раз вы видели что-то новое. И это отражает ту стихийность, с которой, в общем, это мероприятие родилось. Родилось оно в недрах. Вот я показываю на Наташу Семину, которая здесь сидит, является учредителем фонда «Живи сейчас», следы которого вы могли уже заявить на входе в виде листовок и прочего. И в недрах этого фонда идея родилась вот почему. Фонд занимается помощью больным боковым амитрофическим склерозом, БАС или болезнь мотонейрона. Это такая тяжелая неврологическая болезнь, о которой вы можете знать, потому что ею страдает знаменитый человек Стивен Хокинг. Вот то, чем он болеет, это то, чем болеют наши пациенты. Мы пытаемся им каким-то образом помогать. Я как врач являюсь экспертом этого фонда. 5 лет служба в Москве работает, пытаясь помочь этим пациентам. Большая часть помощи при этом заболевании заключается в том, чтобы подготовиться к неизбежному исходу. Больные умирают в течение 3-5 лет после постановки диагноза. Поэтому наша задача подготовить и как-то эту смерть сделать как можно более человечной, достойной. Как-то к ней, в общем, людей подготовить. И мы столкнулись, работая с пациентами, с тем, что не так-то уж это просто. Что есть большое сопротивление у наших пациентов тому, чтобы говорить и думать о смерти. И у родственников, и у самих больных, и у врачей, которые их лечат, какой-то большой есть барьер в том, чтобы эту тему затрагивать. Из-за этого нам очень трудно помогать больным. Мы провели недавно исследование с Высшей школы экономики. Об этом, наверное, пару слов сегодня тоже мы услышим. О том, как уходят из жизни наши пациенты и что вокруг этого происходит. И я вчера еще раз посмотрела на эти результаты. Среди прочих там был вопрос, говорили ли Вы с больным о смерти, о том, что его ждет. И 65% ответивших сказали нет. Твердое, категоричное нет. Нет, представляете, 65% больше половины, зная, что заболевание неизлечимо, обходили эту тему стороной. И нам кажется, что это не только естественная реакция на тяжелое заболевание, не хочется об этом думать, но может быть отражением того, как живет наше общество вообще в целом. В принципе, поэтому, вижу кивки, спасибо, надеюсь, что Вы согласны. Думаю, что поэтому Вы все здесь. Поэтому мы решили, что давайте, пора уже говорить о смерти больше, громче, более открыто. Ну вот, и поскольку исходная мысль была такая вот, давайте говорить о смерти, вот она такая, широкая. Поэтому у нас не научное мероприятие, у нас не общественная дискуссия, у нас не пойми что. Но простите нас за это заранее. О цели мы сказали. Мы хотим, чтобы в итоге нашим пациентам было легче, не только нашим, вообще всем. Потому что наше общество станет более открытым к этому вопросу, вообще к смерти. Перестанет ее как бы замалчивать. Ну вот, у нас будет три части. Они, мы надеемся, будут по-разному устроены. И, наверное, мне сейчас уже пора передавать микрофон. Я сказала все, что хотела я. И я передаю. Значит, нас трое соорганизаторов. Первый фонд «Живи сейчас». Второй организатор – журнал «Археология русской смерти». И Сергей Мохов сегодня выступит перед нами. И Алексей Белянин представляет площадку, на которой мы находимся. И расскажет сейчас о том, почему мы здесь. Да? И как наши безумные идеи смогли его заразить тоже. Спасибо. Спасибо большое. Ань, да. Значит, ну, еще раз всем доброе утро. Если оно действительно доброе, как говорил. Я, по-моему, да. Меня зовут Алексей Белянин. Я действительно здесь выступаю в качестве, скажем так, принимающей стороны, поскольку, наверное, многих удивил тот вопрос, что такой вот симпозиум, который, как вы понимаете, симпозиум называется тоже не случайно, да? Такой симпозиум происходит именно в высшей школе экономики, которая, вроде бы как, сильно далеко должна быть от подобного рода предельных или главных вопросов, которые у нас всех касаются в жизни. Ну, ответ на этот вопрос, наверное, двояки. Во-первых, потому что экономисты тоже люди, тоже человеки. Человек, как мы знаем, смертен. И поэтому экономистам эта проблема тоже не чужда, как всем остальным. Ну, а Ибельс, она не чужда в том смысле, что, когда вот с коллегами я обсуждал возможность проведения этого симпозиума на этой площадке, то у коллег первой реакции было, ух, как странно. Что вообще мы тут делаем? Мы же занимаемся финансами, мы занимаемся экономикой, мы тут вот решения принимаем, мы макроэкономические правители считаем, мы кризисом боремся. Это тут при чем? А потом вторая мысль, у всех была, знаешь, вообще вот да, вот как-то вот мало мы про это говорим, мы плохо понимаем, как мы умираем и что при этом испытывают те, кто умирает, и хорошо ли вообще у нас устроено, хорошо ли то, что в нашем обществе вот эта тема, она такая действительно заретушированная, что ли. Мы все понимаем, что нас это не минет, и все стараемся как можно позже начать об этом думать. И это некая проблема, не только персональная, личная, наверное, и каждого, многих из нас, и общества в целом, как, собственно, приятливо сказал Аня, но это и проблема, которая экономистов интересует, поскольку экономисты занимаются принятием решений. Тем, как решения, какие решения мы принимаем, как мы решения принимаем, почему мы их принимаем, какие решения нам надо принимать, это вопрос, который касается у нас не только как теоретиков, да, принятия решений, но и как людей, которые заинтересованы в том, чтобы помочь людям принимать правильные решения. Как нам сделать так, чтобы решения, которые принимают люди в данном случае по поводу того, как и где они уйдут из жизни, как нам помочь им сделать, принять такое решение, о котором потом не пожалеют ни они сами, ни их родственники, ни вообще все, кого это как-то коснулось. То есть вот это такая, если угодно, гуманитарное измерение экономической науки. Я сегодня попозже надеюсь сказать об этом несколько слов и надеюсь убедить, может быть, часть аудитории, по крайней мере, что экономика может быть полезной и в этом смысле. Ну и, собственно, на этом, наверное, я свою краткую речь позволю себе закончить. Спасибо вам, что вы сегодня здесь, что вас не напугала эта страшная погода. И мы с Аней передаем слово ведущему первой сессии. Да, да. Просто думаешь, надо его представить. Конечно, его все знают, но просто комфортнее, когда тебя представляют. Алексей, дорогой наш товарищ, друг, коллега, который будет модерировать первую часть. Просьба хорошо к нему отнестись. Доброе утро, я всех приветствую. Предваряя первую часть, я скажу буквально пару слов. По основе своей специальности я врач-наэрохирург, поэтому смерть является в некотором роде ежедневным противником. Меня и моих коллег. В хирургии отношения со смертью наиболее обостренные, потому что, хотя со смертью так или иначе работает любой врач, но в хирургии, особенно в хирургии, которая может закончиться, крайне неблагоприятно, контакт с ней наиболее близкий. И ощущение противостояния ей, как возможному концу и возможному осложнению твоих собственных действий, либо бездействий, вот это ощущение, оно постоянно присутствует. И во время операций, и во время лечения пациентов, и во время общения с ними. Поэтому говорить о смерти как о противнике очень важно. В то же время, как человек, занимающийся поэзией, публицистикой и всякой гуманитарной штукой, я воспринимаю, конечно, смерть как близкого друга. Потому что, не знаю, как вы, но лично я в минуты тяжких раздумий, какого-то сомнения, я всегда обращаюсь с внутренними словами к своей грядущей смерти. Потому что, в отличие от многого другого, что есть у человека, как-то успех, достаток, семейное счастье, смерть является чем-то очень гарантированным, стопроцентным. Она у меня точно есть. Это мой самый близкий друг. Потому что, что бы со мной дальше ни случилось, как бы радостно или горестно не закончился мой день, или этот месяц, или вся моя жизнь, она закончится. Это обещано. И именно исходя из этого, я так заинтересовался возможностью выступить здесь в качестве модератора. Я модерирую первую сессию, поскольку я модерировал достаточно много чисто хирургических мероприятий, ни разу не модерировал гуманитарные, а это мероприятие в моей секции нет ни одного врача, то я буду действовать по той схеме, которую я знаю, то есть по классической схеме докладов. Я предлагаю спикерам попытаться уложиться в регламент в размерах 10 минут, после чего мы будем давать по возможности 5 минут на вопросы-ответы. В конце, после всех спикеров, у нас, думаю, что будет какая-то небольшая, может быть, импровизированная дискуссия. Я приглашаю сюда первого на сегодня спикера. Это директор Центра городской антропологии, кандидат филологических наук Михаил Алексеевский. Прошу вас. Доброе утро. Я хотел бы немножечко, прежде чем начать рассказывать о том, о чем я сегодня хотел с вами поговорить, чуть-чуть поподробнее представиться, помимо того, что я руководитель Центра городской антропологии, я много лет со студенческой скамьи занимался изучением похоронно-поминальных обрядов, в частности, защитил диссертацию, посвященную похоронно-поминальным причитаниям, и помимо этого я являюсь одним из членов редколлегии журнала «Археология русской смерти», который является одним из организаторов нашего сегодняшнего мероприятия. И, собственно, как фольклорист и как антрополог, я бы хотел поделиться с вами какими-то своими соображениями, которые у меня возникли в ходе многолетней рефлексии по поводу того, чем я занимаюсь, чем я занимался, как я уже говорил, достаточно давно. Но, собственно, когда я впервые попал, ну, я вполне такой житель мегаполисов, и надо сказать, что с традиционной культурой, с христианской культурой был знаком до начала научных студий крайне поверхностно. Когда я попал в экспедицию, мы работали преимущественно в селах Архангельской области, ну, вообще русского севера, Архангельской области, Карелии. И когда я начал собирать материалы по интересующей меня теме, похоронно-поминальные обряды, причитания и так далее, и так далее, меня, конечно, поразило то, насколько восприятие смерти в этой культуре отличается от того, что я привык видеть вокруг себя, что называется, в городской культуре. Ну, обращал на себя внимание, прежде всего, ну, крайне спокойное отношение к смерти, которое не воспринималось как, ну, вот, какой-то такой разрыв течения нормальной жизни, и была в неё органично встроена. То есть, в каком-то смысле жизнь и смерть, ну, действительно, как-то органично в этой культуре следовали друг за другом. Поэтому можно, наверное, было бы говорить о некоторой нормализации смерти и крайне спокойном к ней отношении, в том числе и тех людей, которые умирали. Ну, вот, прямо вот в тот момент, когда мы попадали там в тот или иной населённый пункт, ну, не то чтобы прямо вот мы совсем у постели умирающего стояли с диктофоном, но, тем не менее, тяжело больные люди, которые прекрасно понимали, что скоро их земная жизнь закончится, достаточно спокойно про это говорили, показывали, например, там, одежду, которую они приготовили к своим похоронам, в общем, даже с некоторой гордостью, там, некоторые делали заранее гроб и помещали его на чердак и хранили там клюкву. И это, как бы, ну, вот нормально совершенно. Второй момент, который нас там привлекал, это, конечно, огромное количество разного рода традиций, обрядов и какой-то развернутой мифологии, собственно, связанной со смертью и с переходом человека в мир иной, что, ну, конечно, для нас, как исследователей, было как-то очень важно. И вот это богатство материала нас крайне будоражило и возбуждало. И, собственно, как в какой-то момент стало понятно, и, собственно, об этом исследователи много пишут, это вот эти вот две стороны, нормализация отношения к смерти и развитая система ритуалов, они достаточно сильно связаны между собой, поскольку ритуал, традиция, об этом тоже, ну, написано много тамов литературы, это один из способов упорядочивания жизни, упорядочивания мира. И действуя по некоторому заданному алгоритму в той или иной ситуации, в том числе в ситуации, когда человеку, общество, семья сталкивается со смертью, это, ну, попытка, в общем, вполне удачная попытка эту ситуацию как-то нормализовать, стабилизировать и действовать по понятному алгоритму, который должен в результате привести, ну, вот, позволить всем успешно пройти вот эту ситуацию и продолжать жить дальше. Если же мы посмотрим на то, что происходит в современном городе, особенно в крупном городе, то мы увидим, что, с одной стороны, вот, специалисты и антропологи говорят, что похоронно-поминальные традиции, они самые живучие и самые устойчивые. Вот, скажем, если сравнить, например, со свадьбой, традиционная свадьба, какой она была, там, 50-80 лет назад, она вот просто абсолютно поменялась. Похоронно-поминальные традиции действительно достаточно неплохо существуют, как-то в том или ином виде бытует. Но что происходит? Происходят две вещи. Во-первых, происходит, ну, некоторое насильственное изменение ситуации, вот, которая, ситуации, так сказать, алгоритма действий после смерти. Ну, в первую очередь, я, конечно, говорю о ситуации, когда тело умершего человека отправляется в морг. Огромное количество обрядов связано, вот, в традиционной крестьянской культуре, связано именно с тем, как нужно вести себя в тот момент, когда похойник находится в доме. И это, ну, довольно важная часть, которая таким образом, в том числе направлена на некоторое примирение с фактом смерти и тоже какой-то своего рода нормализации. В ситуации, когда тело очень быстро покидает дом, и потом следующая встреча уже, ну, непосредственно на прощании, это разрывает вот эту вот цепь некоторого ритуального поведения. И вторая проблема, это, ну, наверное, одна из главных проблем нашей конференции, это табуирование смерти и вынесение ее за, ну, вот, как бы, вот, в какую-то сферу того, о чем не очень хочется говорить, думать и с чем взаимодействовать. Страх перед мертвым телом, которого, на самом деле, вот в крестьянской культуре абсолютно нету. И получается парадоксальная история. С одной стороны, вот какие-то обряды и традиции продолжают по инерции совершаться и в современном городе, причем воспринимаясь очень противоречиво. Какие-то там, не знаю, считаются, что это пережиток язычества, с этим нужно бороться. Там понятно, что христианская культура тоже как-то очень сложна, вот какие-то традиции принимает, какие-то нет. Большая проблема связана с тем, что, собственно, вот те традиции, которые изначально сформировались, они были довольно органично связаны вообще с восприятием смерти и с некоторой картиной мира. А когда мы продолжаем по инерции делать какие-то, исполнять какие-то ритуалы, но не понимаем, какая картина мира за этим стоит, это тоже является некоторым предметом диссонанса и что-то не так, на самом деле в нашем отношении со смертью, что-то в том числе и из-за этого не так. И, собственно, последнее, что я хотел сказать, наверное, мои 10 минут как-то благополучно истекают, это то, что, как мне кажется, традиция, с одной стороны, это действительно некоторый ключ к выстраиванию правильных отношений со смертью и умиранием. С другой стороны, я ни в коем случае не хотел бы выглядеть каким-то таким любителем ветхой старины, которой, значит, нужно обязательно вернуться к корням, мы должны вспомнить, как наши деды хоронили, и прадеды, и так далее, и так далее. Нет, речь совершенно не об этом идет, а о том, что мы живем в некоторой современной реальности, в современных условиях, и совершая те или иные обряды, следуя тем или иным традициям, мы, наверное, должны как-то немножечко на эту тему рефлексировать, потому что какие-то традиции, которые потеряли смысл, но продолжают как-то служить какими-то непонятными подпорочками, может быть, на самом деле приносят больше вреда, чем пользы. С другой стороны, возможно, вот в той ситуации некоторого хаоса и сумбура, выстраивание каких-то новых традиций, новых правил общения со смертью, это то, что может нам как-то помочь лучше в этой ситуации существовать, и как-то свои взаимоотношения с кослявой старухой, с косой как-то немножечко наладить. Вот, ну это вот то, что я хотел сказать. Спасибо огромное, с удовольствием приняло участие в такой-то дискуссии. Я хотела просто... Вы уже начали отвечать немножко. Очень интересно, несколько примеров конкретных, о чём вы говорите, когда говорите, что остатки традиций в городском обществе непонятых каких-то, непродуманных, которые вам кажутся вот особенно как-то, ну не то что лишними, но которые люди на автомате делают, и вас особенно как-то удивляют, какие конкретные традиции. Не то чтобы удивляют, мне как раз совершенно это не удивляет, потому что я понимаю, что... Ну не удивляют, но кажутся интересными, да, в свете вот этого вот отсутствия понимания. Ну, я бы сказал, что это в первую очередь вот тот пласт традиций, который, ну так скажем, разумным современным человеком воспринимается как суеверие. Там, не знаю, потрогать покойника за пятку, чтобы потом он тебе ночью не снился незаметно, значит, когда ты около гроба там. Значит, ни в коем случае не бросать носовой платок со слезами там, значит, чтобы слёзы не капнули на покойника, потому что иначе он тогда будет на том свете, значит, по шею в слезах. Ну вот какие-то такие вещи, которые, ну вот опять же повторюсь, в картине мира крестьянина, в которой достаточно развернуто существует представление о том, что, собственно, вот будет на том свете. Такой довольно... ну это отдельная тема, я просто не хочу на этом останавливаться, но это довольно цельная картина, в которую, собственно, вот история про там слёзы, история про сны, история про явление покойника наяву, там, ну вот та история, которая, скажем, мне очень запомнилась и показалась яркой. Ну это, кстати, не касается обрядов, но тем не менее. Вот казалось бы, слёзы, причитания – это та история, которая никак не контролируется, это вот, ну вот, выплеск эмоций, который... Ну вот те исследования, которые я проводил, показали, что на самом деле традиции очень-очень жёстко регламентировано, когда и как можно плакать, а когда и как категорически нельзя. И, скажем, вот долгое горе, которое вот там долгие слёзы вот прям уже похоронили, и там целый год или там два, три, четыре, пять человек плачет, это воспринимается как нарушение традиции, чреватое некоторыми последствиями. И вот одна из самых ярких историй – это история, ну вот, которую, опять же, нам рассказали, мы все понимаем, что это фольклор, но мы понимаем, что за фольклором стоит вот тоже какая-то вот... Это история про мать, у которой умер сын, и которая его выплакала с того света. Она 30 лет плакала, и вот в итоге она его выплакала, он пришёл. Вот ничего хорошего из этого не получилось, как вы, наверное, все понимаете, в том числе и в этой фольклорной реальности. Но вот и получается, что действительно даже вот такие спонтанные, на первый взгляд, вещи, как выражение эмоций, ритуалом очень чётко вот в определённой рамке. То есть вот здесь ты там, в том числе, например, в Вологодской области существует такая традиция хлестания. Это когда ты причитаешь, и при этом должна с размаху удариться обо что-то, об табуретке, об стол. Вот такое невероятное выражение горя, которое кажется, как писал один из исследователей, что они парадоксально, кажется, что вот эта бабушка, она вот всё, сейчас костей не соберёшь, она встаёт, и как настоящий каскадёр, ни одной царапины, ничего такого. И потом выясняется, что на самом деле этому искусству хлестания, в общем, тренируются. То есть это некоторая история, которую нужно освоить. Ты сначала смотришь, как твои старшие какие-то родственницы хлестают, сам аккуратно пробуешь, и так далее, и так далее. Ну вот, собственно, это некоторая иллюстрация того, как действительно самые такие спонтанные вещи, на самом деле ритуалы могут быть довольно чётко организованы. Михаил, если позволите, у меня тоже есть небольшой вопрос. В бытность мою студентом мединститута я почти полтора года проработал санитаром в судебно-медицинском морге. И, зная немножко организацию этого дела, я знаю, что в Москве все люди, которые так или иначе аффилированы с моргами, это, в общем, голубая кровь. Это часто семейные традиции санитарства, которые в нашем морге работали санитарами, люди, которых отцы и деды даже работали санитарами. Это очень высокооплачиваемое. Профессия вообще-то дела очень высокооплачиваемые. Я хотел вас спросить, как вы считаете, не влияют ли коммерческие структуры, связанные с похоронным делом, на разрушение обряда похорон и причитаний в мегаполисе? – Спасибо огромное. Очень хороший и правильный вопрос. Ответ, безусловно, да. Я бы даже сказал, но я бы только не воспринимал это исключительно как деструктивную историю, что вот они там разрушают традиции и так далее. Они и конструируют традиции, потому что мы понимаем, что вот эти там и похоронные агенты в значительной степени являются источником передачи каких-то традиций, как и что нужно поступать, особенно если человек, который всю свою жизнь тему смерти табуировал, и вот она вдруг случилась, и он в полной растерянности, не знает, что делать, и тут приходит как бы вежливый похоронный агент и, значит, начинает объяснять, что и как, в том числе иногда и про ритуалы как-то вот, значит, что не забудьте сделать, там, где не забудьте накрыть и так далее, и так далее. Это, ну, отдельная тоже очень интересная тема, которая, ну, как кажется, когда я говорю о том, что мы все должны как-то вот немножко порефлексировать на тему смерти традиция, в первую очередь, мне кажется, имеет смысл это делать тем людям, которые вот, ну, непосредственно в профессиональной, в силу своих профессиональных обязанностей с этой темой сталкиваются, потому что, ну, вот как современный свадебный ритуал там в значительной степени формируется институтом Тамады, который вот как бы все эти обряды, значит, конструирует, придумывает, создает и так далее, и так далее. Тут, в общем, по большому счету то же самое. Это отдельная какая-то вот очень интересная тема, если, кстати, вот у нас среди участников, я точно не помню, у нас кто-то есть, да, и вот если бы они рассказали о каком-то своем опыте и рефлексе, тоже было бы очень здорово. Большое спасибо, Михаил. Я призываю оставить оставшиеся вопросы на дискуссию, и я приглашаю следующего спикера. Следующий спикер – доктор философских наук, заведующий сектором гуманитарных экспертиз и биоэтики Института философии Иран Павел Дмитриевич Тищенко. Просим. Уважаемые коллеги, я по-стариковски хочу сначала проворчать, что, конечно, начиная говорить о смерти, мы должны все-таки начинать слушать, что уже говорили, потому что мы в Институте философии, и потом в Институте человека Российской Академии наук говорим, это уже лет 30. У нас было отделение и в Москве, и в Петербурге, то есть здесь есть о чем вспомнить и услышать. Несмотря на то, что мое основное призвание – работа в области биологии и медицины, я хотел бы обратить внимание на более широкий культурный контекст, на то, что, вглядываясь в смерть, мы имеем возможность, мы имеем право, мы имеем какие-то потенции подойти к самим себе. И то есть подступ к существу темы мной будет дан через несколько переводов одного стихотворения. Оно принадлежит Горацию и называется «Памятник». Очень интересно, как поэты русские в разное время, в разной ситуации, выражая определенное свое понимание того, что значит быть человеком, и что в человеке вечного, а что временного. И они переводили вот этот памятник очень по-разному. Естественно, как говорится, лейтмотивом будет Пушкинское «Весь я не умру». Но что значит «Весь я не умру»? Я сначала дам вам перевод самого Горация, достаточно близкий к оригиналу Семенова-Тиньшайнского. «Нет, не весь я умру. Лучшая часть моя избежит похорон. Буду я славиться до тех пор, пока жрец с девою безмолвную восходит по ступеням в храм Капитолия». Это как бы подстрочник самого Горация. А Ломоносов переводит этот же фрагмент стихотворения так. «Не вовсе я умру, но смерть оставит великую часть мою, как жизнь скончаю. Я буду возрастать повсюду славой, пока великий Рим владеет светом». За ним державен тот же фрагмент. «Так, весь я не умру, но часть меня большая, от тлена убежав, по смерти станет жить. И слава возрастет моя, не увидая, доколь славянов род вселенна будет чтить». Вы чувствуете идеологию? И Пушкин совершенно переворачивает все. Пишет «Нет, весь я не умру. Душа в заветной лире мой прах переживет. И тление убежит, и славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит». Вы чувствуете, как за каждым стихотворением памятник перед лицом смерти, как бы каждый из поэтов, вглядываясь в реальность смерти, видит совершенно разные реальности. То есть за каждым стоит особый антропологический проект. Что значит быть человеком по-настоящему в вечности? «То есть у Горация душа укринена в Боге, пока жрец, дева и безмолвную восходят по ступеням в храм Капитолия. Надежда на Бога обещает жить после смерти. У Луманосова в государстве, пока великий Рим владеет светом, естественно, не первый, а наш третий. У Державина в роде, доколь славянов род вселенна будет чтить, а у Пушкина в лире, душа в заветной лире мой прах переживет». В этих проектах присутствует, помимо прочего, еще и особый мессианский подтекст. То есть поэт пишет не только для себя. Для него очень важно обращение к читателю. Вспомним Боротынского, его бытие. И тут же подхватывает Пушкинскую тему для разъяснения Маяковский. Он пишет это в разговоре с финанспектором. «Поэзия та же добыча радиа, в грамм добыча, в год труды. Изводишь единого слова ради, тысячи тонн словесной руды. Но как испепеляющее слов этих женья, рядом с тлением слова сердца. Эти слова приводят в движение тысячи лет миллионов сердца. И уж совсем в лоб. Слово поэта – ваше воскресенье, ваше бессмертие, гражданин канцелярист». И два последних свидетельства. Они принадлежат одному Ходосевичу, а другому Бродскому. Ходосевич продолжает вот такой серьезный настрой. И как бы вот эту самую существенную, самую нетленную часть человеческого в человеке размещает в концепции автора. Что очень характерно, я думаю, особенно для тех, кто занимался современной эстетикой. Он пишет «Во мне конец, во мне начало, мною совершенное так мало, но все ж я прочное звено, мне-то счастье дано». То есть в «я» фокусируется и конец, и начало, и в нем прочное звено между прошлым и будущим – залог вечности. Не в лире спасения, а в «я», в том числе и для самой лиры. И, наконец, последнее свидетельство Иосифа Бродского. И здесь происходит переворот. Вот это «я», которое хотело подарить и вечность, и всему основание, оно само отбрасывается на периферию и отбрасывается вещью, словом. Вещью непокорной и очень резистентной к покорению в самом себе. Бродский в стихотворении, которое называется «Аэропирениус», «Вековечные меди», на первый взгляд, оно не относится к циклу памятников, потому что у всех предшествующих поэтов так и называли стихотворение «Памятник». Я должен отметить, что еще с десяток есть таких же примеров других поэтов, но я просто эти выбрал. Однако констекст его появления, оно появилось тогда, когда Бродский писал прозаическое произведение под названием «Письмо Горацию». Естественен. Есть и название. Цитата второй строчки Горациевого памятника «Вековечные меди». И еще по Фокину ритм рифма в этом стихотворении приближена к рифму и ритму Горация, а для Бродского разместиться в сути чужого стихотворения – это не улавливать смысл, а улавливать ритм стиха. И вот я сейчас закончу. И вот голос Бродского. Приключилась на твердую вещь напасть, будто лишних дней циферблата пасть, отрыгнула назад до бровей сыта, крупным будущим, чтоб считать до ста. И вокруг твердые вещи чужие ей стали кодлом базаря «Ржавей, ржавей! Даешь песок, чтобы в гроб хромать, если ты из кости или из камня мать!» Отвечала вещь на слова скупа. Не замай меня лишних дней толпа, гнуть свинцовый дрын или кровли жесть, не рукой под черную юбку лезть. И тот камень кости, гвоздь моей красы, он скучает по вам с мезозоем псы, от него в веках моя кость длинней, чем у вас вечной жизнью с кадилом в ней. В словах Бродского можно расслышать, как хохочет вещь. Сама жизнь превращается в угрожающий рёв природы, загнанный в угол покорителями, изобретателями слов, инженерами душ. И в воззвуках этого хохота пишущие и читающие различают присутствие особого рода себя, как плотной, неподатливой для мысли вещи. И когда я говорю об аднорапологических проектах, которые дают надежду на спасение в разных вариантах, я хочу отметить, что это лишь надежда. Всегда есть риск неудачи, и поэтому в заключение приведу фрагмент великолепного перевода Татьяны Васильевой из Рильки. Она переводит так. Спасибо. Большое спасибо, Павел Дмитриевич. Такие будут вопросы. Может быть, кто-то тоже хочет что-нибудь прочитать. Я ещё раз хочу сказать, что не только поэты, глядя в смерть, находили истину, но и врач, он ищет истину живого тела, глядя, исследуя труп. Молекулярный биолог уничтожает живое, доходит до атомов и пустоты, и потом нам рассказывает об истине. То есть смерть – это универсальный интерфейс между человеком и его истиной. И мы приглашаем на сцену следующего спикера, доцента Международного института экономики и финансов, заведующего лабораторией экспериментальной политической экономики Алексея Белянина. Я буду говорить, скажем так, о вещах, которых, наверное, как исследователь ответственный говорить не должен. Я буду излагать некоторые гипотезы, которые имеют отношение к теме сегодняшнего нашего разговора, и которые, сразу скажу, будут немножко в разрез с тональностью и содержанием выступления предыдущих, замечательных докладчиков, которые с удовольствием большим выслушал. И только в самом конце немножко, может быть, вернусь к этому стилю, который замечательно задали и Павла Дмитриевича, и Александр Ченгизович. Ну вот моя тема касается экономического подхода к проблеме, и почему экономический подход к проблеме смерти и умирания, мне кажется, интересным, важным. И моя гипотеза, что полезным. Значит, о чем, собственно, речь? О том, что вот экономика, как наука, вообще говоря, такая дама уже не молодая и довольно циничная. Она исходит из того, что люди у нас такие вот прожженные меркантильные цинники, которые всегда ищут собственную выгоду, и везде, где есть возможность что-то урвать, они этой возможностью без зазрения совести пользуются. Как сказал один коллега, экономический человек – это такая бездушная скотина, грубо говоря. И это, в общем, в достаточной степени правда, потому что экономика вся основана на том, что даже человек максимизирует собственные благосостояния, собственные выигрыши, и более того, старается измерять этот выигрыш всегда в денежном выражении. Если немножко покопаться, сделать поезд, допустим, по тему экономика и смерти, или цена жизни, то он может найти несколько работ, в основном, правда, не самых новых, когда люди довольно активно пытались оценить, а сколько стоит смерть, или сколько стоит жизнь. Сколько стоит человеческая жизнь, например. Американцы, подсчитывая ее еще в 60-е годы, например, сказали, это Адуршольд сделал такие подсчеты, в частности, получилось, что миллиона два долларов тогда она стоит в среднем, например. Ответственно, и ровно так же можно выяснить у человека, допустим, у нас есть смертельно больной человек, он страдает, он умирает. Можно его спросить, а хочешь ли ты продолжать жизнь, или хочешь ли ты умереть прямо сейчас, что тебе нравится больше, предпочтешь. И можно поставить некоторую шкалу, которая этот его ответ проецирует в денежное выражение тоже. Допустим, я готов заплатить, грубо говоря, какое-то количество долларов, чтобы умереть быстро, а не страдать дальше год или два еще в моем, допустим, сильно плохом состоянии. Можно делать такие измерения тоже здесь. Но, с другой стороны, экономисты нашего поколения уже поняли, что сводить все к деньгам и только к денежному оценке всего, что у нас происходит, это не очень правильно. Почему? Потому что люди производят некоторые действия, принимают некоторые решения, которые идут им во вред, им в ущерб, материальный ущерб. И люди, которые им это делают. Вот, допустим, помещать, например, это фонд «Живи сейчас», в котором есть люди, которые работают за денежку, но большинство людей работают за собственный интерес, добровольно, на основаниях волонтерских оснований, и ничего за этого материально не получают. Вот, зачем они это делают, извините? Легко, что ли, каждый день сталкиваться с людьми, которые умирают на твоих глазах. А люди это делают, на это идут. Одним людям про это трудно вообще даже помыслить, а другие делают это чаще в своей жизни. Почему люди бывают одни, а бывают другие? Потому что у них разные представления о том, что благо, что неблаго, и что благо лично для них, видимо. То есть, это понятие альтруизма, которое, я сейчас на самом деле говорю, означает, что человек готов сделать свои действия, подчинить интересам другого. Если он делает это добровольно, то это максимизирующее поведение. Это рациональное решение такого человека, которому не важно, что он теряет какие-то деньги, теряет возможность заработать что-то, занимаясь другими делами. Он делает то, что для него более важно, чем это упущенные заработки. Это нормально. И современная экономика признала, что это тоже рациональное решение. Ну и вот, соответственно, смерть как проблема, почему она, собственно, возникает здесь, как счет, это тоже предмет, который можно, это тоже вещь, это тоже явление, которое можно сделать предметом некоторого рационального решения. Рассуждение о том, как я хочу уйти из жизни, если я хочу, если мне это суждено, когда мне это будет суждено, естественно, из-за числа таких вопросов. То есть, ну, можно провести много разных анекдотов, разной степени веселости на эту тему, но понятно, что, когда перед нами стоят вопросы, вот, хорошо, предпочитаю, допустим, я долго и мучительно болеть или умереть там скоропостижно где-нибудь там во сне, наверное, большинство людей ответ какой-то здесь даст и даст довольно легко. Но, опять же, предпочитаю, допустим, я умереть в своей там кровати или, допустим, героически на войне, на это разные люди могут дать тоже разные ответы. И вот и предпочтение людей в этом отношении нужно, нужно на самом деле иметь в виду, как минимум. Что формальная теория нам про это, про все говорят, предпочтения? Вот стандартная сдачка устроена как? У нас есть некоторый поток времени, время у нас вот по этой оси, по этой оси, у нас идет время, да? Нечто происходит во времени, некий процесс. Как должен себя вести человек, который рациональный? Он должен, имея в виду свою настоящую, не только денежную, а вот подлинную, с учетом всех моих предпочтений, да, мои представления о моей полезности, что для меня хорошо, что для меня плохо, должен искать оптимальный путь, да, вот, по возможному дереву решений. Это вот стандартное дерево решений, немножко сказать, что это такое, это описание задачки, я вот человек в квадратике принимает решение, квадратик 1, квадратик 2, да? А вот точечки в кружках, это неопределенность, то есть происходит некое случайное событие, которое мне не подконтрольное, но я все равно должен при этом по ним подумать о том, что меня может ожидать при реализации этой неопределенности, вот, допустим, вверх или вниз, и принять то решение, которое, в конце концов, даст мне наибольшую возможную выигрыш. Вот такой стилизованный пример, может быть, он не самый тот и подходящий, но можно подумать про другие. Представьте себе, что я активный молодой человек, закончивший хороший, там, строительный власть, там, да, получающий большую зарплату, я могу позволить себе купить хороший внедорожник и активно-активно гонять, значит, на машине по городским улицам, да, подвезая кого-то, может быть, там, но показывая, какой я крутой при этом, да. Это вот решение вниз пойти, да, здесь вот в этой точке. А вверху это решение вести себя, сказать, спокойно, там, нормально, рационально и так далее. Допустим, с некоторой вероятностью здесь я попадаю в аварию, разбиваюсь и погибаю более-менее быстро, да, с некоторой другой вероятностью я не погибаю, тогда я могу, что-то, вот, начать, допустим, кататься, как просто кататься один, а могу, допустим, подвозить знакомых девушек и щеголять, какой я крутой перед ними, да. Это уже мои решения. Вот если я не разбился, то я попал сюда, и принимаю решение, буду я перед девушками там, или не только девушками, щеголять, какой я крутой, наверное, на замечательной машине, или не буду. Это мое осознательное решение, и вот эти цифры, и в конце, это мои выигрыши. У меня очень плохой выигрыш, если я разобьюсь и умру, да. У меня очень неплохой выигрыш, вот это решение, вот это решение будет, наверное, самым оптимальным, это решение щеголять перед девушками. То есть, хвастаться тем, какой я крутой, как здорово я гоняю на машине. Вот проблема, вот что у нас заключается, что вот если мы идем этим путем, и мы начинаем себя вести, мы не разбиваемся, попадаем сюда, принимаем самое хорошее решение, не попадаем вот в этот, а в этот исход. И эта практика, она на самом деле, что экономисты, как правило, не понимают отчетливо, она трансформирует мои предпочтения. То есть, начав вести некоторый образ жизни, я начинаю понимать, что для меня он, вообще говоря, хорош, я испытываю полезность отдельно, в силу того, что я так себя веду. Я начинаю подогревать себя сам, вот, да, вормируется моя личность в свете этой моей практики. И это означает, что если мы берем вот не одну, а многоразовую такую задачку, вот, то в следующий раз, да, у меня применяются выигрыши вот здесь. У меня, я буду думать, что, ну, хорошо, разбиваюсь, я пока не разбился, наверное, я не разобрюсь, ничего страшного, здесь меня не ожидает. А вот здесь у меня будет хороший, большой, большой выигрыш. Больше, чем там. И это означает, что для решения моей такой динамической задачки мой предыдущий опыт, формировавший меня как личность, если угодно, да, он влияет на мои предпочтения в дальнейшем. Вот так происходит до тех пор, на самом деле, с нами почти всегда, пока мы не подходим к крайней черте. А именно, пока мы не начинаем понимать, что, вообще говоря, жизнь кончается, и что скоро меня здесь не будет. А вот что происходит тогда? Вот этот момент очень интересный. Если мы вот эту картинку мира предыдущего принимаем, то человек, который понимает, что скоро его не будет, он, видимо, это наша гипотеза рабочая. На самом деле, даже не моя, а моя и одной моей студентки, студентки меня, да, на которой мы сейчас работаем. Но вот сейчас я ее озвучу, подумайте, пожалуйста, Коколина вам кажется правильной. Когда человек понимает, что он подходит к крайней черте, что его ждет смерть, ну, это чувство, он это знает, да, то вот это вот наслоение предыдущей моей личности, мой предыдущий опыт, то, что то, кем я себя сделал, допустим, гоняя на машине, да, и что темы подпочтения, которые сформировались в ходе этого накопления, этого опыта, они у меня становятся мне не важны. Остаюсь я и оставшиеся мне дни моей жизни. Не такие длинные, да. И как я проживу эти дни? Мне уже нужно, был ли я крутым гонщиком, был ли я альпинистом-скалолазом, был ли я боевиком ИГИЛ, или был ли я... Запрещенный Российской Федерации. Запрещенный Российской Федерации, все, наверное, да, да, все, наверное, замечание, да, правильно, замечание. Спасибо большое. Да. Так вот, кем я был при этом, мне уже стало неважно. И словом, что мне остался я, осталось какое-то время, дни мои, какое-то время, количество дней моей жизни. Вот как я их проживу, эти дни я хочу, я бы начинал, я думаю, что я проживу их свободный от моего предыдущего. Мы приходим в мир голыми и раздетыми, голыми и раздетыми, да, мы таким же уходим, в общем. В чем я, как бы, он родом, что на мне будет, какие на мне будут одежды, что останется после меня, оно неважно, но как я проживу эти несколько дней, месяцев, недель, это уже вопрос не к моему прошлому, вопрос моему непосредственного будущего. А вот человек, который провожает меня в иной мир, он может об этом думать по-другому. У него будет другой временной, понимаем, представление. Ему до этого, когда я, например, становлюсь уже, теряю, может быть, какие-то силы, теряю сознание, теряю возможность управлять своими, понимать решения самостоятельно, я для него делаю с другим человеком. И это сложный момент, потому что подпитать, как-то заставить, помочь себе хорошо относиться к этому человеку, который был тебе родным, близким, знакомым, но быть им перестал, потеряв свои способности, свои человеческие качества какие-то, по физическим причинам. Это очень тяжело. Поддержать себя в этом отношении к человеку, в хорошем отношении, можно превращаться воспоминаниями о том, каким он был молодым, красивым, здоровым, как я его любил, любила, когда он был в силах. Что было тогда, прошлым? То есть получается, что умирающий живет только будущим, а провожающий живет только прошлым. Этот вот разрыв временной, который возникает, он на самом деле поставит большую проблему, потому что как провожающему понять умирающего? Здесь у них разные временные горизонты. Если провожающий понял это достаточно быстро, быстрее, чем умирающий, потому что ну все, человек уже не тот, какой я знал раньше, не тот, кого я любил. Это уже вот какой-то овощ, грубо говоря. Ну, я-то раньше его любил, вот с этим отношением буду ухаживать за ним дальше. Ну, получается, что он, может, еще сам себя овощем не ощущает, этот умирающий, а провожающий уже думает о нем так. И получается, что взаимоотношениями уже не ухаживаются не такими, какими они должны были бы быть в эти последние дни умирающего человека. А если наоборот умирающий человек стал быстрее в это состояние, вошел, а провожающий еще в нем не в это состояние не вошел, еще не думает, что он уже не в этом мире, то опять же коммуникация с ним происходит, провожающий думает, что это нормальный человек, какой как бы всегда, а умирающий уже не здесь. Ему уже неважны и уважение, почет окружающих, и статус свой, это уже его не интересует. А провожающий по-прежнему именно так относится. И это вызывает реальные проблемы в взаимоотношениях с пациентом, потому что пока мы этот временной разрыв не научимся каким-то образом преодолевать и каким-то образом с ним работать, то у нас на самом деле будут большие проблемы в том, как организовать правильную помощь этим самым людям и как правильно эту работу построить. То есть, вот собственно, вот где, теперь заканчивая уже мои короткие выступления, где этот вопрос, наверное, у нас возникает и где он оказывается нужным, это в том, что можно назвать экономико-минзацами теории дизайна механизма, то есть, каким образом нужно построить взаимодействие, между провожающим и умирающим, чтобы это взаимодействие было бы для обоих людей оптимальным в некотором удобном им смысле. Как стимулировать их с одной стороны говорить правду друг другу, что я думаю, сейчас тот или тот, вот да, мне это важно, а это не важно, да, с одной стороны. А с другой стороны, как в условиях, когда они эту самую правду даже хотят сказать, это более неважные проблемы, да, когда они уже не в плане откровенными между собой, они, например, обсуждают вопрос смерти, как был у нас в вопросе, который мы делали с больными, но это обсуждение происходит при том, что люди под одними этими словами понимают разные вещи, они разные смыслы, в одно и то же слово, в одну и то же фразу. Обсуждали ли вы с вашим родственником, как он хотел умереть, да, обсуждал, говорит провожающий, родственник уже у нашего пациента, а пациента, если спросить его, он на самом деле, ну, это был не тот разговор, я не имел в виду, мне не дали сказать то, что я хотел сказать, меня спросили не так, неправильно, меня спросили с другого времени, не из настоящего моего, а из какого-то другого, своего, которого, я уже не в этом мире живу, когда меня об этом спрашивали, это вот на самом деле такая довольно фундаментальная проблема, которую, разрешением которой, собственно говоря, вот и можно, и нужно, наверное, пытаться заниматься, то есть это вот по сути своей такая реальная жизнь, которая, как один мой коллега выражается, равношли неопредельно важным, который, опять же, выражаясь словами другого поэта, это вот перелив из гробов колыбель, который мы все так иначе сталкиваемся, да, это вот вещи, которые мне как очень важны, которые, конечно, казаются всех из нас, и над этим мы сейчас, в частности, работаем, и, опять же, вот работают, я последний, думаю, штрих, я хотел бы посветь памяти моего старшего товарища, коллеги Владимира Петрова Чезенченко, которому мы делали несколько работ на эту тему, которая, к сожалению, уже не с нами. Спасибо большое, я с удовольствием выслушаю вопросы, какие-то я не кто-то ответил. У меня, во-первых, небольшое возражение, потому что, я думаю, что человеческая ситуация лишь на одну вторую может быть развернута в категориях принятия решения, а на другую половину нас просто застигают события рождения, взросления, старения, смерти, здесь мы ничего не решаем. другое мое, как бы не возражение, может даже изумление, поскольку вы подставляете экономическую точку зрения, я не понял, неужели вы не видите реальность, которая медиируется между этими двумя персонажами, это собственность и наследование, потому что это очень нетривиальная вещь, можно себя проецировать и давать распоряжение на будущее. Вот у меня такой случай, что просто женщина, обращаясь перед смертью к своим родственникам, каждому говорила, вот у нас прекрасная квартира, вот ты должен завещать ее этому, потом этому, а вот ты, Саша, это правнука, она говорит, не забудь, мы тебе оставили такую квартиру, это действительно сталинская хорошая квартира, ты ее должен не продавать и так далее. Спасибо большое. Я согласен с обоими соображениями, то есть, с тем, что действительно сказать, что имущественные вопросы, конечно, у них большое значение в реальных взаимоотношениях, да, но я отчасти нарочно от этого обсуждения ушел, отчасти пытаясь на самом деле поговорить о вещах, которые мне кажутся более важными, чем имущественные, отчасти потому, что даже когда имущественные отношения есть, они, конечно, есть, эти вопросы остаются, потому что хорошо, да, я передала что-то, никогда не продавают у нас хорошую остальницкую квартиру, замечательно, хорошо, а что об этом думает внучок? Это правда, что он думает? Ну, бабуль, хорошо, вот ты там это самое, давай, а потом мы решим, что делать с квартирами, на самом-то деле, да, а бабуль, мы думаем про это, что, я скажу, раз и не два, а он ведь, он ведь, он ведь, он ведь, гаденыш, не понимает, что это стоило, тогда добыть такую квартиру, и что потом сделать? Напомню еще разок, а это уже из них отравляет нашу текущую жизнь, потому что бабушка повторяет что-то, что внучку слушать все на неохота, и так далее, да, есть повод, конечно, поговорить, это хорошо, что они общаются, это уже замечательно, это хорошо, могли бы не общаться, правда, было бы хуже всем, но вот, если я говорю, потому что тут есть проблема, я вот о чем говорю, и что да, большая часть ее связана с правами там, наследования там и так далее, и тому подобное, и все это понятно. В стране, в которой собственность не очень сформирована, а есть только владение, вот здесь возникает еще вопрос? Возникает, конечно, и, конечно, вы правы, и в первом суждении, в том смысле, что, ну, здесь действительно, что когда мы говорим про смерть, и про вот, собственно, последние наши дни, что действительно жизнь достаточно богата и сложна, но, то, что я хотел сказать вот этим выступлением, что практически любые, вообще, экономисты люди очень жадные, сразу скажу, жадные не только в том, что они любят денежку считать, а не почти любую проблему, которую вокруг себя видят, а потом сказать, о, это экономическая проблема. Реально, дайте мне любую тему, буквально любую, да, смерть, это только не самый радикальный пример, да, буквально любое, любое человеческое, о человеческой жизни, я вот там найду экономический аспект, не могу назвать некоторые модели этого поведения, не к тому, что надо однаждаться только такими способами, упаси бог, упаси бог, мы не умеем работать с вещами на серьезном уровне, на самом деле, в большинстве тех вещей, о которых мы думаем, тех, тех, тем, да, но думать мы можем, если эта мысль как-то, по чем-то полезной окружающим, наверное, это тоже следует иметь в виду, вот, собственно, то, что я хотел сказать. Я хотел буквально маленькую лимарку сказать, очень важную, что ведь та очень интересная модель, о которой вы говорите, между умирающим и провожающим, это вскрывает еще одну проблему, ведь она возникает только в том случае, если умирающий понимает, что он умирающий, а провожающий понимает, что он провожающий, это проблема информированности. конечно, я должен, наверное, должен был наговориться заранее, я имею в виду те ситуации, конечно, когда мы вот говорим про плановые уходы из жизни, про незачемных больных людей, конечно, да, то есть про ситуации, когда там вы там героическим, плановые, в смысле, что человек понимает, что он умрет, вот он это понимает. Просто в условиях российского здравоохранения часто человек не понимает, что он умирает, а провожающий не понимает, что он провожает. Еще, пожалуйста, вопрос. Да, конечно, конечно. Отдельщик, мы не берем ситуацию, если людей в разных запрещенных в Российской Федерации организациях, мы тоже это не берем в расчет, естественно. Скажите, пожалуйста, вот правильно ли я понимаю, что у каждого человека есть выбор способа умирания? Вот в развитии этого вопроса нет ни у каждого, но я бы сказал, что, по-моему, человек имеет право иметь такой выбор. вот слушала вас и представляла себя на месте умирающего человека, просто вот вопрос к человеку, к вам, как к изучающему эту проблему более глубже, кроме эвтаназии у умирающего человека, какие есть еще способы? Из чего ему выбирать можно? Ну, достаточно много, я могу описать, вот, насколько я понимаю, по крайней мере, опыт, собственно, баз команды, человек, например, баз, это такое заболевание, что человек в некоторый момент времени потеряет функцию глотать, не может глотать, и тогда он либо, если ему ставят гастростому, то есть, пенудитное питание через трубочку, прямо в желудок, да, если ему ее ставят, то он проживет еще какое-то количество месяцев, может быть, лет, если не поставят, он просто от голода умрет довольно быстро, да, вот что вы хотите больше, вот так или так? С дыханием та же самая ситуация, у человека в некоторый момент прекращается функция дыхания, где его можно ставить на аппарат искусственного дыхания, вентиляции легких, да, инвазивной или неинвазивной, а можно этого не делать, если это сделать, он будет жить еще какое-то количество времени, может быть довольно долго, если не сделать, он умрет, понятно, что в течение нескольких дней, вот вам, пожалуйста, выбор и способ смерти. то есть выбор между продлением жизни и отказанным к этому? Да, 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 именно так, да. Спасибо. Ну, например, вот, да, например. Большое спасибо, я предлагаю следующий вопрос оставить на дискуссию, и мы переходим к следующему спикеру одному из организаторов этого мероприятия. Это социальный антрополог и историк, главный редактор журнала «Археология русской смерти» Сергей Мохов. Здравствуйте, дорогие коллеги. На самом деле моя тема и вопрос, который я хотел бы осветить, он в продолжении того, что говорил Алексей и в продолжении тех заданных вопросов. И во многом эта проблема пойдет в разрез с общепринятым мнением. Я долго думал, собственно, что можно уложить 10 минут, так, чтобы это было понятно, чтобы у меня не было необходимости вводить в категории людей, рассказывать какие-то вещи, которые имеют непосредственное отношение к данной теме. И, собственно, этот вопрос неожиданно всплыл в организационных наших моментах, когда мне мои коллеги дорогие говорили о том, что, ну вот, мы же табуируем тему смерти, как нам нужно начать о ней говорить. Дело в том, что я совершенно не согласен с этой позицией о том, что смерть табуирована, о том, что она как-то жестко замалчивается, не проговаривается и так далее. А для того, чтобы, да, я должен сказать, что я вообще небольшой поклонник говорить о смерти с позицией больших метанарративов, да, с больших теорий, потому что, на самом деле, это очень сложная проблема, которая касается абсолютно всех сторон нашей жизни, да, здесь и процесс умирания, и процесс нашего отношения к мертвому телу, и культура, и медицина, поэтому я постараюсь как-то максимально корректно в этом плане отойти. Собственно, когда мы говорим о табуирности смерти, мы должны, первое, что мы должны понимать, это является ли вообще, есть ли это табу, если оно есть, в какой оно степени, и, соответственно, второй вопрос, если оно есть, то кто его производит, и кто за это ответственный, да, вот, кому мы можем обратиться. в классических, конечно, антропологических категориях, табу, это довольно жесткая категория, которая подразумевает замалчивание и некое сакральное отношение к определенному предмету, и, соответственно, некое наказание, которое идет за этим, да, если мы посмотрим на то, что, в какой ситуации находится современное общество, в какой ситуации находимся мы, по-моему, дело, что никакого такого отношения к смерти нет, вот мы здесь с вами сидим, я думаю, больше ста человек, мы видим по телевизору огромное количество боевиков, мы видим огромное количество умирающих людей, созданное информационное поле позволяет нам каждый день получать информацию о войнах, о массовых убийствах, о технических катастрофах, в которых умирают люди. Собственно, Джеймс Грин в своей книге «Бионзе Гуд Десс» приводит данные одного исследования, где он говорит о том, что среднестатистический американец видит за год 16 тысяч убийств, смертей по телевизору. Мне кажется, что, конечно же, человек в начале 20 века, человек в начале 21 века, он существует в совершенно другой информационной среде, и смерть, она незрима, не то, что незрима, она более чем присутствует в нашей жизни. Не говоря уже о том, что для современного российского общества, начиная от православных практик поклонения мощам святых, начиная от социалистического наследия мертвого тела Ленина на Красной площади, заканчивая, собственно, прошедшей акцией, например, «Бессмертный полк», когда сотни тысяч людей с портретами убитых своих родственников, которые погибли на войне, шагали по улице Москвы. Нет, поэтому, конечно, мне кажется логичным и корректным говорить о том, что смерть не табуирована, безусловно, но она имеет определенные проблемы проговаривания. И это в дополнение к выступлению Миши Алексеевского, что, конечно же, это связано с не публичной сферой, наоборот, публичная сфера слишком перенасыщена вот этими о том, кто производит этот язык, который не позволяет нам, значит, проговаривать эту смерть в приватном личном поле. Значит, и помимо медиа, которые, безусловно, создают определенный образ и создают определенные границы того, где мы можем обсуждать и что мы можем обсуждать, вторым важнейшим актором в этой теме является медицина, и не только медицина, если я правильно говорю, терапевтическая, то есть, ну, которая лечит, и медицина, собственно, палеотивная, да. Сейчас будут, да, не очень, наверное, приятные вещи для представителей этого области. Значит, мы понимаем, что вообще мы, когда говорим об умирании и говорим о смерти, мы говорим исключительно в медицинских терминах. Вообще. Когда мы говорим, что с ним случилось? У него отказали там почки, у него там оторвалось, не знаю, разорвалось сердце или еще что-то. То есть, мы говорим о смерти как о неком физиологическом конце, да, или о неком случае, о неком неприятном случае, да, что с ним случилось, вот он умер, там, он попал под машину и так далее. То есть, смерть нами ощущается как некое неприятное событие, как вот тоже говорил Михаил Алексеевский, а не как естественное течение жизни, естественный ее конец. И, соответственно, мы говорим об этом, как я уже сказал, в медицинских терминах. Собственно, что делает медицина, как вот уже тоже Алексей говорил, для медицины, значит, смерть – это главный враг, да, и поэтому, когда медицина не в состоянии вылечить человека, не в состоянии, собственно, реализовать свою цель, свою главную задачу, медицина очень так аккуратно, ну, может быть, даже не совсем аккуратно, так довольно жестко отходит от этой темы, и стигматизирует умирающего человека. Очень в западном сообществе большинство социальных антропологов уже не занимаются ритуалами, связанными с мертвым телом, с положением там рук, как там, что происходит, когда корон человек, они обратили свое внимание на медицинскую тему, собственно, что делают медики. И очень много существует довольно жестких критических оценок по поводу наследия, например, творчества Кюблерос, я думаю, многим из вас известны, и в том числе психоаналитические концепции, развившиеся еще с 50-х, 60-х годов, активно в эту тему, которые, собственно, педалируют то, что существует мартида и либидо, существует страх смерти, и, значит, это все для нас естественно, мы от этого бежим. Подел, что это не единственная концепция, которая объясняет это, и для большинства, например, антропологов, социальных и культурных антропологов, совершенно очевидно, что смерть и страх смерти, это культурный концепт, потому что мы видим, что дети, они ничего не знают про смерть, и как реагировать на смерть, что нужно делать со смертью, они получают эту информацию от нас. Для многих исследователей, например, интереснейший предмет исследования, выходящий на западе книжки по тому, как объяснить ребенку, что такое горе. Мы с коллегой с Анной Соколовой сейчас думаем как раз поработать с этими книгами по поводу того, это же очень интересная репрезентация того, как взрослые представляют важным показать ребенку, что такое смерть, объяснить ему. Собственно, в этом аспекте очень важно понимать, что действительно вот эти психоаналитические вещи и подход к юбилеросу с неким, то, что человек должен принять смерть, там какие-то есть стадии, он на самом деле очень жестко регламентирует палеоативную медицину и эту сферу, потому что он создает вот это вот понимание хорошей смерти. Существует хорошая смерть, значит, существует плохая смерть. Существует хорошая и плохая смерть, существуют пациенты, умирающие хорошей смертью и плохой смертью. И отсюда вытекает большое количество не только этических проблем, но и культурных, и социальных, потому что вот задавали Алексею вопрос по поводу, какой есть выбор. На самом деле выбора никакого нет. Эвтаназия у нас запрещена, суицид у нас, значит, не только порицается, но и как бы добровольник то, понятное дело, что если при помощи, там вот у нас, насколько я знаю, есть закон, да, о том, что у нас запрещено значит, в средствах массовой информации упоминать самоубийство и так далее, понятно, что умирающего человека на самом деле совершенно нету никакого выбора. И когда он обращается не только в службу помощи, но и пытается как-то сам решать сообщество и то, где он находится, очень жёстко ему регламентирует, как ему нужно умирать и что ему нужно делать, да. Вот мы с коллегами спорили, они говорили, что вот, ну, ладно, ладно, это мы можем принять, но вот безболезненно же должен умирать человек. На самом деле совершенно не так, потому что мы знаем, что существуют определённые культурные группы, культурные традиции, в том числе христианство, где страдание это одно из важнейших компонентов, да. Нужно пережить страдание, нужно смерть, нужно принять так, чтобы вот она ощутилась в полной мере. Поэтому мне кажется очень важным действительно первично обратить эту рефлексию на самих себя, на то, как мы производим эти смыслы, что с нами происходит. И мне кажется, что это наиболее важно, а не искать причину, хотя это, безусловно, также является причиной в богатом наследии Советского Союза и в неких вот людях, которые нам запрещают говорить об этой смерти. Спасибо. У меня будет вопрос, да. Я как раз тот, на кого было нападение совершено. Но я так это не восприняла. Нет, это не было нападения. Сергей, у меня, я хочу уточнить, я услышала в вашем выступлении противоречия, потому что вы с одной стороны говорите, что выбора нет, у умирающего человека выбора нет, поэтому даже не надо об этом говорить. С другой стороны, мне показалось, что вы сказали, будто мы, ну, с нашей концепцией палиативной медицины, вы выросший из кюблероз, действительно, из Сесилии Сандерс, что как будто бы мы навязываем какую-то концепцию хорошей смерти пациентам, что вы должны умереть без боли, вы должны умереть без страданий. И вот мне показалось, что это противоречие. Так есть выбор или нет у пациента? Потому что я бы сказала, что действительно было бы перекосом сказать, вы должны умереть хорошо. И, в общем-то, это не так. Наша задача сказать, что действительно выбор есть. И будут люди, которые откажутся от обезболивания, и будут люди, которые скажут, как бы я ни страдал, я буду жить столько, сколько только могу. Вот все-таки выбора объективно нет? Или вы считаете, что мы его не оставляем им? Или что вы вкладывали? Какой, в общем, смысл в это довольно страстное замечание? Выбора на самом деле нет. Мне кажется, что никакого противоречия здесь нет. Я попытаюсь объяснить, Потому что, на самом деле, это тотальная и давлеющая концепция. Вы приходите к человеку, я не знаю, я, к сожалению, не медицинский антрополог, я служу всего лишь по части того, что я иногда читаю. Вы приходите и говорите, у тебя есть выбор. Есть хороший вариант, а есть плохой. Ты можешь выбрать любой, но ты же понимаешь, какой. Я понимаю, что я сейчас немного категорично к этому отношусь. Когда я говорил по поводу отсутствия выбора, что у человека нет действительно варианта эвтаназии, мы знаем историю Кеваркиана, которого долго судили, мы сталкиваемся с тем, что, по сути, палеотиномедицина диктует так, как хорошо, вот о чем я говорил, как нужно, и как плохо. Я, к сожалению, действительно не очень представляю, я служу по американской палеотиномедицине, по тому, что я читаю. Я думаю, что... Да, я думаю, что здесь проблема именно в том, что, в Америке, наверное, действительно этот перекос уже состоялся. Допустим, мы слышим истории о том, как пациент написал, ну, вот это то, что у них называется завещание при жизни, да, вот высказал свою волю каким-то образом, и, допустим, он высказал то, что они не хотят, чтобы он высказывал, да, в пользу продления жизни максимального. И они уже пытаются найти способы, чтобы этого не делать. Действительно, такая навязанная концепция не продлевает жизнь, не знаю, качественной смерти дома, вот этого всего, наверное, где-нибудь в Америке есть. Но мы пока что настолько от этого далеки. у нас еще пока действует навязанная концепция смерти абсолютно медикализированной, как это правильно сказать, значит, с максимальным страданием, еще каким-то возможным, не предлагая никакой помощи, чтобы облегчить это страдание. И выбор сейчас есть в России, даже этот вопрос, обезболивать или нет, это выбор, который каждый день происходит в тех же хосписах, там, где эти обезболивающие есть. И будут пациенты, которые скажут, нет, вы меня обезболиваете, когда я не так, допустим, у меня помутнение сознания происходит, я все время сплю, я не хочу этого, пусть мне будет больно. Так что даже на таком уровне выбор есть, не говоря уже о том, о чем Алексей сказал, что есть методы лечения, которые можно выбирать, а можно не выбирать. Можно сказать, я не буду лечиться, я поеду, умру дома или уеду на какой-нибудь остров и там себе сяду, я не спорю, мне кажется, в России это, наоборот, самая удобная, наверное, позиция, в том числе для многих представителей российской медицины, да, и уехать в том числе, да, меньше пациентов. Мне кажется, интересная мысль, что вот то, куда мы как будто бы стремимся, это возможность, возможно, это такой вот, и здорово иметь это в виду, навязанная такая другая концепция, но мы просто настолько еще не там, мы еще на другой, как бы, на другом краю этого спектра. я хотел бы просто сначала сделать маленькую такую ремарку для вас, как антрополога, вот сейчас практически в ближайшее время будет в совет такой документ, который называется «Харти умирающего ребенка», к которому документу я небольшое имею отношение, и там один из главных моментов это разговор с ребенком, и его право всегда разговаривать, и я хотел бы обратить ваше внимание как специалиста на то, что ребенок получает знания не только от взрослых, у детей, которые прошли онкологическую клинику, есть своя мифология, они разговаривают, общаются через интернет друг с другом, то есть они очень интересно открыты, это один момент, то есть нужно смотреть вот еще на те знания, которые они друг от друга получают, это совершенно другой источник, и второй момент, который я хотел бы обратить ваше внимание, это то, что самосознание российского человека, которое кодифицировано во всяких законах, запрещающие эвтаназию, оно, мягко говоря, нереалистичное, в жизни все происходит гораздо сложнее, например, если мы возьмем реанимационное отделение, то там то, что называется пассивной эвтаназией, когда врач просто отключает жизнеподдерживающую аппаратуру, это каждодневная реальность, о которой просто не говорят и замалчивают, то есть по большому счету есть и активная эвтаназия, нет, я имею ввиду, что реальная практика, вот менеджмента последних дней у нас гораздо богаче, чем в законах. нет, я в самом начале выступления сказал, что эта тема очень широкая и здесь нужно аккуратно категоризировать, потому что мы не говорим там, мы можем говорить о городских жителях, как тоже Миша Алексеевский правильно подчеркивал, о детях, которые переболели или заболели онкологическими забываниями, дети, которые не знают, что это такое, то есть это понятно, дело, что это все разные группы, мы, как исследователи, работающими посредством эмпирическим материалом, необходимо это различать, категоризировать, здесь безусловно это так, не могу не согласиться. Спасибо. Большое спасибо, Сергей. Мы потихоньку близимся к завершению этой секции, предпоследний спикер, кандидат культурологии, старший преподаватель кафедры истории и теории культуры факультета истории и искусства российского государственного гуманитарного университета Светлана Еремеева. Привет. Добрый день. Слышно? Добрый день. Я, на самом деле, позволила себе, я понимаю, что позволила себе быть настолько наивной, что я не подготовила доклады. Мне же не сказали организаторы, что надо доклад готовить. Я даже спросила. Мне говорят, нет, будет свободная дискуссия. Это, значит, я говорю, это, на самом деле, конечно, мой выбор. Можно было догадаться. В результате я поставила, дело не в том, чтобы 10 минут проговорить о смерти. Это для меня не проблема. Я на эту тему разговариваю не первый год. За это время у меня самая сложная проблема, которая стояла передо мной, это выбрать оптику. И выбрать себе научную идентичность, с которой... Дело в том, что я умею это делать, как бы, разговаривать о смерти с точки зрения разных научных идентичностей. Очень хотелось поговорить о высоком. Очень хотелось, но здесь уже, как бы, это было. Очень хотелось, с точки зрения социальной философии, очень хотелось поговорить о современном, как культурологу. Но, вот, вот, к нынешнему моменту, прослушав, я бы так и сделала, если бы я была вначале. Но я поняла, чего здесь не хватает. Мне бы на самом деле, я, пожалуй, выступлю как историк. В данном случае, вот, я написала какие-то себе ключевые слова и попытаюсь по ним рассказать, как мы дошли до жизни такой, что мы вынуждены ставить как проблему саму возможность разговора. А это ситуация ненормальная. Эта ситуация ненормальная. Значит, я могу сказать, что вот здесь уже возникала тема табуированности и нетабуированности. И в общественном сознании и в публичном дискурсе представление о том, что не смерть, а разговоры о смерти табуированы, она однозначно присутствует. Причём, интересно, что присутствует она как понимание универсального. что вообще в современном мире разговор о смерти табуирован. Это не так. Это не так. Эта ситуация могла бы быть для культуры западного типа. Мы не берём другие культуры. Это утверждение могло бы быть верно лет 50-60 назад. Но лет 30-40 назад в западной культуре происходил активный процесс растабуирования этой темы. Здесь этого не было. И, собственно говоря, то, что сейчас я попытаюсь сказать, я пытаюсь как бы вот как я это понимаю, почему это произошло. Опять же, любят ссылаться на особые целомудрия православной культуры, которые об этом не разговаривают. Это тоже неправда. Это ещё один миф. То есть, если взять любую более-менее толстую книжку по Де Стадис, то там в библиографии обязательно обнаружатся две фамилии. Ну, Арьес, это понятно. И второй Лев Толстой. Лев Толстой просто основатель на самом деле для французов, для англосаксов. Это обязательность. Ссылка на Льва Толстого. Значит, что-то случилось позже. Начнём с этого. Второе. Почему я вообще начала читать эти книжки? Я занималась совершенно другим. Я занималась академическим сообществом, российским академическим сообществом конца 19-го, начала 20-го века. И вот я поняла, что там в какой-то момент, что среди моих героев есть такие, которые очень много писали в своё время, я говорю, на переходе от 19-го к 20-му веку, очень много писали некрологов. И это было не случайно. И, собственно говоря, я придумала, как работать. С некрологами работать не умеют, потому что их не уважают как источник. Их используют только иногда в лоб, что, в общем, довольно бессмысленно. И я придумала, как с ними работать. И, собственно говоря, моим героем был Сергей Фёдорович Альденбург, непременно секретарь Академии наук в течение 25 лет, который стал секретарём Академии наук, президент Академии наук могли сменяться, а Петербургская Академия наук, а непременно секретарь оставался, то есть он был всегда на хозяйстве, который провёл Академию наук через революцию и довёл её, и пытался её спасти 10 лет после революции, он пытался сохранить её как автономную структуру, он проиграл. Но дело в том, что всё это время, всё это время всей своей жизни он параллельно как бы этому писал некрологию. Я собрала у него около 60 некрологических текстов, там не всё чистое некрология, но тем не менее. И оказалось, что это такой метатекст, написанный над жизнью. Меня интересовало в этих текстах не то, о ком он пишет, а то, как он отражается в этих текстах. И оказалось, что это работает. И оказалось, что это работает. И получилась очень интересная вещь. Если до революции эта интересная вещь казалась как бы вот, скажем так, историей повседневности в науке, то после революции ситуация стала гораздо интереснее. Потому что я увидела, как разрушается личность, как разрушается личность пишущего. Что происходит? На самом деле, мне от этого стало понятнее и многие, так сказать, движения Альденбурга во внешней, так сказать, вот, и в конечном итоге его попытки сотрудничества с советской властью. И я вижу, что к 30-м годам от личности человека не остаётся ничего, и разговор о смерти становится невозможным. он не может говорить об этом. И на самом деле я год после этого, это было настолько страшно, что я год после этого не занималась этим совсем, потому что я реально увидела, как распадается личность. И это было, например, разговор со смертью. Тогда я стала смотреть, как, так сказать, исторически распределяются эти разговоры со смертью, разговоры о смерти в советской культуре. и, собственно говоря, да, в 30-х годах уже нет. Нет этих разговоров. Уничтожена сама практика, сама возможность коммуникативной ситуации, чтобы о смерти можно было говорить. Это, да, ну, дальше как раз репрессии уничтожают. То есть, этот разговор совершенно разных, опять же, об этом можно долго говорить, этот разговор совершенно разных подходов, но он существовал в двух крупных социальных группах. Это крестьянство и это интеллигенция. очень по-разному, но именно там. Эти две группы как раз и были уничтожены. Смерть была присвоена государству и, собственно говоря, дискорж о смерти на этом и кончился. И то, что происходит, значит, теперь я как бы через всё перескакиваю и в оставшиеся две минуты говорю то, что происходит сейчас. Сейчас происходит чрезвычайно интересная вещь. Публичный дискорс о смерти не восстановлен. Его нет. То, что, обратите внимание, происходит какая-нибудь катастрофа. Ну, вот последнее, если взять, потому что я мониторю эти вещи, я их смотрю постоянно, последнее, если взять, это распившиеся самолёты, сначала в Египте, потом в Ростове, там однозначная была совершенно реакция. О чём пишут газеты? О чём пишут газеты? О технических неисправностях, о переговорах пилотов, они ищут свидетелей, которые, значит, в Ростове это было вообще просто неприлично. Они обзванивали людей, которые живут в районе нескольких километров и зачем-то спрашивали их, слышали они чего-нибудь или не слышали. Он говорил, один говорил, да, слышал, но не понял. Они звонили следующему, там, по радио я слушал, да, и они, и тот говорит, нет, не слышал, вот я говорю, было такое удивительно, и они совершенно не говорят о людях. И они совершенно не говорят о людях. Но в это же время в это же время в ростовский аэропорт приезжают не только родственники погибших, но и просто люди, которые там на какой-то столик пристроенный к списку погибших, которых просто вывесили, начинают класть цветы и детские игрушки. Вообще считается, что я знаю, я слышала, у социологов так считается, со ссылкой на Гидданса, о том, что ритуал вырастает из дискурса. У нас удивительным образом, вот скажем, новый ритуал есть, а дискурса нет. Я не знаю как-то об этом еще думать, но я не могу сказать, что дискурса нет совсем. Все, я уже заканчиваю. Я могу сказать, что в новых медиа, в социальных сетях есть дискурс о смерти, очень внятный, очень новый и построенный, как бы взывающий к совершенно новой концепции личности. И я могу сказать совершенно точно, он ведется молодыми людьми. иногда очень молодыми, часто находящимися перед лицом смерти и умирающими в процессе этого разговора. Но они производят новые смыслы. То есть я могу назвать вполне конкретные имена, за которыми я следила. Я теперь всегда смотрю, когда у меня возникает подозрение, я всегда захожу в профиль и смотрю, сколько лет человеку. Ему не больше 30, ну 85 год где-то вот, может быть начало 80. То же самое я слышала, был просто краткий разговор, что вот как раз возник вопрос о детях в онкологии. Подростки говорят совершенно по-другому, чем их родители. То есть родители закрываются, родители не хотят говорить. Я слышала от людей, которые работают с ними. Возрастки могут об этом говорить. На самом деле для меня это момент очень большого оптимизма. Потому что это выход из той ситуации, из советской ситуации полного личностного нивелирования. способность человека к разговору о смерти, к содержательному разговору, она на самом деле очень показательна. Ну, собственно говоря. Добрый день. Меня зовут Анна, аспирант Университета гуманитарных наук. Светлана, скажите, пожалуйста, исторический аспект интересует. Когда после революции большевики, крестьяне, там рабочие наследовали уважительное отношение к армии, наследовали дворцы, они становились владельцами того, чем владела знать до революции. Почему они не наследовали погребальную обрядность? Как вы считаете, отношение к смерти они не наследовали? Во-первых, насчет наследования большевиками я бы очень посомневалась по этому поводу. Как они наследовали дворцы, в общем, мы хорошо знаем. Большевики не наследовали ничего. Большевики как бы именно это была политика разрыва. Это была политика разрыва с прошлым и в том числе и с представлением о смерти. Потому что представление о смерти очень тесно связано с представлением о жизни. Если мы строим новую жизнь, там шло совершенно сознательное социальное конструирование. Когда строились совершенно другие представления о смерти, точнее о бессмертии, причем о правильном бессмертии, конструировались правильные мертвецы, конструировались правильные герои, создавались новые места культа. То есть на самом деле для меня на Красной площади гораздо интереснее не Мавзолей Ленина, с ним более-менее всё понятно, а две братские могилы, которые находятся справа и слева от неё. И братские могилы – это более ранний вариант бессмертия, принадлежащий большевикам. И, кстати, опять же, Красная площадь в этом смысле свидетельствует о абсолютно осознанном конструировании, потому что там рядом находятся вот эти две братские могилы, которые предлагают один вариант бессмертия, и между ними Мавзолей Ленина, и между ними возникла некоторая такая конкуренция, которая эти братские могилы задвинула. Это при том, что в любом, когда я это поняла, я стала просто это практиковать, что в любом русском городе, если там поблизости была гражданская война, если оглянуться в центре, в любом маленьком городе, вы найдёте братскую могилу с гражданской войной, и её никто не помнит. Её зачастую даже нельзя узнать, как бы, вот эту историю. Причём могила, может быть, скажем, из двух человек, но она называется братской. А в Касимове другой, скажем, случай, там могила одиночная, но поставлен ещё общий памятник, чтобы могила тоже была братской. Это создание определённых моделей жизни и, соответственно, так сказать, зеркально отображённых в смерти. Смерть начала делиться на значимую и незначимую, и для значимой смерти был сконструирован ритуал. Для незначимой смерти, как бы, так и не было создано. До 70-х годов ритуал так и не был создан. Спасибо. Ещё один вопрос, если можно, давайте Ваш. Сначала ремарку, извините, я хотела... Вот Вы сказали про гражданскую войну. В Якутске вечный огонь горит перед памятником жертв гражданской войны. Там нет вот такого мемориала, как Великой Отечественной войны, как в остальных городах. Там это более сдачимое событие. А теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, как Вы оцениваете освещение темы смерти в современных СМИ? Есть несколько человек, которые умеют писать о смерти. Когда они прорываются на странице каких-нибудь изданий, тогда как бы это получается. Нет, пишем о технических причинах падения самолётов. Я могу назвать, например, Катю Гордееву, это Аня Данилова, это вот кто как бы осознаёт. Это роман «Супер», который вот сейчас об этом пишет. пишет. Но это происходит, Вы же понимаете, они все бездоработные. Ну, за исключением Аня Данилова, да, наверное. То есть, по-другому, единственное место, опять же, не совсем традиционные СМИ, единственное место, где я вижу некую логику и политику, это Медуза, где как бы вот речь идёт о человеке, да, это единственное место. В остальных местах может быть случайно. Большое спасибо, Светлана. У меня краткий буквально вопрос на один краткий ответ. Когда Вы говорили о том, как в социальных сетях относятся к смерти, и о том, что там разговор более молодой и более предметный, чем, скажем, в СМИ, мне было очень интересно было понять, какой именно социальный сетей Вы имели в виду, потому что они очень отличаются. Вы знаете, вот на самом деле, это ещё, поскольку разговор идет не первый год, а меняется престижность социальных сетей и меняются возрастные. Социальные сети, как-то, стареют, да, вместе со своими обитателями. То, скажем, первый такой, ну, замеченный мой крупный разговор, он начинался ещё в живом журнале, да, в живом журнале он начинался ещё, когда Антон Буслов начал писать. То есть это был прорыв. Он был, конечно, первый. Сейчас я вижу в Фейсбуке. Большое спасибо, Светлана, за очень интересное сообщение и дискуссию. И мы приступаем к последнему сообщению в этой панели. Это сообщение заведующего лабораторией методологии социальных исследований о Российской академии народного хозяйства и государственной службы Дмитрия Рогозина. Прошу вас. В качестве последнего постараюсь быть наиболее кратким. И, наверное, резюме-то здесь будет подводить ведущий, а я просто выскажу несколько ремарок, которые я могу высказать в данной ситуации. Первое, на что я обратил внимание, может быть, вы тоже, что все выступающие, прежде чем говорить о чем-то, вначале обозначали свою позицию. То есть я как историк, я как экономист, я еще как кто-то. Вот эта ситуация в западной традиции анализируется посредством membership categorization analysis и, в общем-то, показывает, что то, что мы здесь делаем, мы конструируем новую дисциплину. То есть дисциплины нет, поэтому нужно обозначить свою позицию и каким-то образом обосновать экспертность. То есть тот взгляд, который позволяет об этом говорить. Действительно, мы видим, что вот эти все разговоры, табуированность, нетабуированность, они связаны в большей степени не с самой по себе табуированностью, а именно с отсутствием языка, конвенциального языка, позволяющего об этой ситуации разговаривать. Алексей Белянин сказал, привел замечательную метафору экономики как престарелой такой дамы, но безумно циничной. Я обычно выступаю и говорю, что я не социолог, поскольку в большей степени я занимаюсь опросами общественного мнения. Я уже устал говорить, что это к социологии не имеет никакого отношения. Но в данной ситуации я могу сказать, что должен говорить как социолог. И вот как социолог я бы в качестве метафоры принял социологию как такую неожиданно постаревшую девочку-подростка, которая смотрит на все с безумными глазами и не понимает, зачем эти взрослые дяди и тети так категорично высказывают свои суждения. Причем, если первое замечание о выступающих это то, что они обозначают свою экспертность, второе, они как-то очень ловко все выносят общие суждения. Мы, они, все и так далее. То есть, если мы транскрипты посмотрим, то как раз те конфликты, которые здесь возникали, небольшие, они очень плодотворны, но их плодотворность разрушается на том, что они возникали на сильных обобщениях, которые сами по себе разрушают обобщаемость. Так вот, эта девочка-подросток, социология несчастная, она, в общем-то, не ставит, конечно, задачи научить людей принимать решения, на что претендует экономика. Мы, как социологи, всего лишь пытаемся дать другим людям высказаться. И тогда через это высказывание публичное, прежде всего, высказывание, становится очевидным, что все наши обобщения, и экономически эта модель, культурологическая или историческая, они разрушаются, потому что у каждого человека есть собственная модель и собственная теория. В данном случае, легко сказать, каждый сам себе социолог, или каждый сам себе теоретик. И это первый такой обобщающий мой тезис, а второй вот о чем, что мало ведь сказать, что я тут как социолог перед вами что-то вещаю, надо же это еще как-то продемонстрировать. Так вот, демонстрация у социологов, если они не претендуют на гранд теории, определяется через кейсы. Через кейсы, через описание каких-то жизненных ситуаций. И вот, буквально в этом году, в начале этого года, произошла ситуация, которая через два месяца у меня вылилась в коллективную статью. Я не только социолог, но и научный сотрудник, и поэтому умри или публикуйся. И по этой научной статье я хотел бы несколько ремарок сделать. Я встретил своего очень хорошего старого знакомого, он живет в городе Иваново, он приехал на одно из наших выступлений, и я смотрю, у него такой большой рассекающийся шрам на шее. Я говорю, Андрей, что с тобой случилось? Тут выясняется, что это была онкология, операцию, которую он перенес. И раз за разом, я вдруг вспоминаю, что он год назад был, и я вроде ничего не заметил. Я говорю, Андрей, а что такое-то? Он говорит, а ты знаешь, я ведь приезжал прощаться со всеми в Москву. У меня была уже огромная опухоль. Я ходил, я ее не скрывал, никто не видел. То есть никто не видел этой опухоль, и я думал, что может ее и нет вообще. То есть как так? Что это такое происходит? И когда я понял, что здесь произошло что-то удивительное, то есть когда мы там говорим табуированность, нетабуированность, есть еще невидимость или возможность не видеть, то есть такая защитная реакция невидимости. Я сказал, да, я сразу хочу предверить, опухоль не злокачественная оказалась. То есть там, в общем-то, здесь все хорошо. Я сказал, слушай, Андрей, вот ты так переживал эту ситуацию, это проходило. Но ты же ведь социолог, в конце концов. Давай-ка сходи в эту онкологическую клинику, поговори с теми людьми, с которыми случилось то же самое. Тем более ты как интервьер имеешь колоссальное преимущество перед другими интервьерами. Ты как бы прожил эту ситуацию, ты был в ней. И он пошел к своему оперирующему врачу, пошел в свою же клинику и начал разговаривать с пациентом, который только что прошел операцию, но это уже на злокачественную опухоль, и он лежал на его койке. То есть эта ситуация такая предельная, предельная ситуация откровенного разговора. И здесь ломается интервью, поскольку мы это называем дуальными интервью, когда интервьер вдруг сам становится рассказчиком, а интервьюируемый интервьюером. И там еще была его супруга, поскольку у респондента только что прошла операция, у нее еще была трубка, ему было очень трудно говорить, он писал. А супруга как бы за него рассказывала. Так вот, это контекст. А теперь, поскольку времени очень мало, а об этом можно говорить долго на самом деле, поскольку это очень значимая вещь, позвольте сформулировать несколько тезисов того, что наблюдали через разговор и через наблюдение за этим разговором и наблюдением за собой разговаривающим. У нас так статья и называется. Это сопереживание близости смерти, автоэтнографический опыт, коллективная автоэтнография. Первое, что мы обнаружили, это стыд заболевания. То есть Андрей вдруг проговорил мне, ты понимаешь, мне было стыдно, что у меня вот эта опухоль. Я ее всячески скрывал. И мы это обнаружили у других. То есть стыд, который здоровому человеку вообще не понимает. Что стыдится, это не твоя вина. Где тут рациональность этого стыда? Но он присутствует настолько сильно, что человек всячески закрывается не только от далеких людей, но и от близких. Отсюда второе суждение. Не говорить никому об этом. И у нашего информанта произошла вообще, она нам подарила такую уникальную историю. Она говорит, вот у мужа, его зовут Игорь, обнаружили опухоль. И я думаю, что же делать, нужно кому-то позвонить. И поскольку я очень близко дружу с его родной сестрой, я позвонила ей и говорю, слушай, у Игоря опухоль, а сестра мне в трубку говорит, как хорошо, что ты мне позвонил, у меня тоже рак. И я давно никому об этом не говорю, я боялась. И я знаю, как это переживать. И я знаю, что с этим делать. И мы обнаружили, что, получается, люди, которые переживают эту близость смерти, они, а, стыдятся, б, они считают, и это удивительно, что они должны переживать это самостоятельно. Даже близкие люди не должны это знать. Мы вот здесь сейчас говорили, там, готовящийся к смерти, не готовящийся, да ничего подобного. То есть человек не готовится к смерти, он как бы живет, он входит в другой модус жизни. Вот с Андреем произошла еще одна любопытная, важная для нас ситуация. Он, когда обнаружил свою опухоль, он не пошел к врачу вообще. Он почти год ходил, и эта опухоль росла. То есть мы с точки зрения медицины можем сказать, как же ранняя диагностика, что же ты делаешь, там, кандидат наук, ты ходишь, и ты не знаешь, какая у тебя опухоль. Она просто растет, и второе, он не испытывал боли. Но при этом он начитывал очень много о раке и так далее, и так далее, пытался осознать эту ситуацию. И он мне сказал, как бы говорит, а я не хочу никуда идти. Я не хочу, чтобы мне поставили диагноз и положили под нож. Я вижу этот мир, он мне открылся совсем другими красками. Я начал его чувствовать. Я не хочу быть неоперируемым, я не хочу быть больным. Я хочу нормально умереть. И вот эта ситуация, она очень сильно перекликается с очень известным философом Иваном Ильичем, которому был поставлен диагноз раковый, прописана химиотерапия, и диагноз там, вы протянете три месяца. Он отказывается категорически, садится на тяжелые наркотики и живет еще 20 лет, перемещаясь по всей Европе. Он написал по Европе и Америке, он написал удивительную книжку, которая сначала была запрещена в Соединенных Штатах, потом вошла в учебники медицинских вузов, где основной тезис заключается, что наша задача гуманистического нашего общества освободиться от медикализации, освободиться от диктата врача, который действительно определяет смерть, и это здесь уже звучало, через психофизиологические характеристики. Хотя смерть – это единственная возможность осознания своей жизни, единственная возможность увидеть себя и увидеть другого, поскольку вот ту проникновенность, с которой он начал переосмыслять свою жизнь, и та проникновенность, которая потом в ходе вот этого интервью проступила в записи Игоря, а он написал так, вы знаете, он уже устал, не мог говорить, вы знаете, я просто почувствовал, что все, что нас окружает – это живое, и к этому нужно относиться как к живому, и к себе надо относиться как к живому, и к другим тоже, и это очень важно для меня. Вот его запись. Казалось бы, банальные вещи. Смерть позволяет нам осмысленно говорить о банальных вещах. То, что нам кажется, ну, что об этом говорить? Пусть поэты об этом говорят. Оказывается, что каждый человек, стоящий на грани, он становится поэтом. То есть он видит эту жизнь прочувствованно, и на самом-то деле, на мой взгляд, после вот такого нашего автоэтнографического опыта, он начинает жить. Спасибо. Большое спасибо. Мне кажется, что вы очень точно подвели некий финал нашей сегодняшней бескульности. У нас есть время, но только на один вопрос. Пожалуйста. Большое спасибо за замечательный доклад. Но просто уточняющее, расскажите о методике выборки, то есть сколько человек было опрошено, кто они по социальному возрастному происхождению, и как их нашли? Вот я как раз здесь и говорю, что я социолог, а не полстер. Это полстер бегает и опросы проводит. Опрошен был один человек, но в статье участвовало четверо. То есть это я, у которого есть опыт ухода значимых близких раковыми заболеваниями. Это Андрей, который пережил эту ситуацию, он соавтор. Это Игорь, который только что пережил операцию. И это его жена, которая совершила маленький подвиг, на который у меня не хватило времени, к сожалению. Ну, или о которой я не упомянул, но он очень важен. Она рассказала еще одну историю, когда муж сдался. То есть перед операцией она вдруг увидела, что у него, ну, как бы погасли глаза. Он, как бы, то, что у нас называется, опустил руки. И по диагностическим показаниям у него падали все показатели. И тогда она говорит, что сделала я? Я просто наорала на него. То есть я встала на него и говорит, ты что, сволочь ты последняя матом. У нас дети. Я, говорит, столкнула его с кровати, начала трясти. Потом, конечно, проревела полтора часа и ничего с собой не могла сделать. Врач пришел на следующий день и говорит, что вы сделали со своим мужем. У него показатели просто отличные, почти здорового человека. То есть и он, и он, как бы, вошел в эту операцию. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, почему я такой заход сделал, что неважно, какая выборка, репрезентативность не всегда равна надежности исследования. В репрезентации надо играть совсем в других историях. Вот я, допустим, консультирую опросы по Крыму, проводящей мысе. Или там по отношению к президенту. Тогда можно об этом поговорить. А здесь все-таки мы о жизни говорим, об очень более важной вещи, чем репрезентация подавляющего большинства или меньшинства населения России. Спасибо. Один быстрый. Вы говорите, ваш объект исследования был готов умереть. И если тогда, почему он не покончил жизнь и убийством? А если он не был готов умереть, почему он, допустим, не рассматривал крионику или другие методы, которые пока еще не доказаны, но хотя бы дают шанс на то, что пациент будет восстановлен после того, что мы называем, по крайней мере, пока клинической смертью? У меня нет ответа на этот вопрос. Поскольку он даже, если мы его адресуем человеку, то есть почему-то не поступил так, а не поступил не так, то в самом вопросе вы уже ему навязываете вот как раз это самое моделирование, то есть собственный взгляд на его жизнь. То, как он поступил, не определяется отношениями, которые вы, как носители этих отношений, пытаетесь ему навязать. То есть поэтому у меня ответа нет. Но он не рассматривал, просто мне интересно, вы не знаете? Нет, я просто не хочу на этот вопрос отвечать. И у социологов, и у полстров есть очень замечательная вещь, позволяющая людям уходить от ответа. Это называется «затрудняюсь ответить». Вот я вот туда же, отказ или затрудняюсь? Большое спасибо, Сергей. Итак, наша первая панель подошла к концу в качестве маленького, премаленького завершения. Я хотел сказать небольшую метафору, которая приходит в голову, когда я все это прослушал. Где-то лет 8 назад, во время долгого путешествия по Армении, я по непонятным причинам решил прогуляться по одному кладбищу неподалеку от Еревана. И кладбище это было очень странным. Я сначала не мог понять, в чем заключается его странность, потому что это было обычное кладбище для простых армян. Там были надгробия. Я ходил, взглядывался в эти лица, и только через полчаса где-то я понял, в чем заключается его странность. Она заключалась в том, что все люди на этом кладбище были изображены в одной позе. Точнее говоря, все надгробия представляли собой кальку. Это были исходно сделанные такие лекала, на которые фотограф лепил лица. Это выглядело немножко странно, и выглядело это немножко страшно. Но сейчас, вспоминая об этом, после всех этих разговоров, я думаю о том, что я заметил это только через полчаса, потому что сначала я все-таки вглядывался в лица, и уже потом я смотрел на то, что это камень, и только потом я понял, что это все одинаковые люди, которые стоят в одинаковой позе. Наверное, еще раз мы услышали сейчас от всех, что смерть, несмотря на то, что она может иметь обличие медицинское, социальное, философское, антропологическое, но это какое-то очень личное, очень особенное явление с особенным человеческим лицом, и я благодарю всех спикеров за то, что они повергли нас в это состояние. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!